Доброе утро! Сходила я к нему, только толку нет. Видимо, не тот попался, логопед. Ага! А ну стой! Ну что ж, в каждой шутке доля правды. И сегодня Елена, участница фестиваля КВН и автор шутки про «Доброе утро» в эфире «Доброго утра». И никаких ни кастингов, ни логопедов не надо. Более того, мы узнали, что Елена и так является логопедом. И сейчас научит нас Олей правильно говорить. Как нужно, оказывается, говорить. Ну а на самом деле, да, в Мирном в начале апреля прошел фестиваль КВН Лиги профсоюза «Проф.алмаз», которого тысячу лет уже не было в алмазной столице. Все прям взбодрились, стрепенулись. О, КВН возрождается! Так вот, и, кстати, на «Алмазном крае» уже показали полную версию. Надеюсь, что вы все смотрели. И сегодня мы с Еленой Заиграевой поговорим как раз-таки, как же вообще попасть в КВН. Как... Что это такое? И ощущения Елены. И вообще просто мы сегодня говорим про КВН и прекрасную Елену. Да. И начнем, наверное, с того, что с прекрасным кубком пришла Елена. Расскажите, что это за награда такая? Это мы взяли номинацию как самая артистичная команда. А команда у вас... А команда наша называлась просто по-женски. Ой, все. Ой, все. Ну, это да. Да. А еще я добавлю, раз уж я была на игре, я добавлю, что команда-то не простая и не просто профсоюзная. Она еще и... Это сборная всех сотрудников «Алмазика». Вы представляете? Поэтому я думаю, что никаких удивлений и вопросов, почему самая артистичная команда. У них примеры живых детей. Они каждый день... Да, да, да. Ну, а если без шуток, Елена, вообще, как вы попали в КВН и с чего этот путь начался конкретно у вас? Ну, в начале января пришло положение, как у нас обычно это бывает, о том, что будет проходить наконец-таки КВН. В нашу группу в WhatsApp, в организации молодых специалистов, Наталья Владимировна Сафронова скинула положение и сказала, что мы набираем команду. Мы быстренько все согласились, кто хотел. А какая-то база была у вас? Кто хотел попробовать. Попут какой-нибудь. Что так вот просто взять и решиться на участие в фестивале КВН не каждый сможет. Ну, вообще, наверное, это где-то была такая маленькая мечта, наверное, с детства, когда еще мы смотрели всеми любимый КВН по Первому каналу. И мне тогда, да, мне очень хотелось. В школьные годы я посещала театральный кружок, кукольный кружок. Ну, и здесь, когда предоставилась такая возможность, я, конечно, согласилась, не раздумывая сразу. Попав в эту сферу юмора, что-то в жизни изменилось? Какую пользу он этот КВН вам в жизни принес? Ну, насчет пользы – это, скорее всего, как отдушина. Потому что мы постоянно заняты. У нас работа, у нас какие-то другие дела, дети, уроки наших детей. А здесь появилась такая возможность немножечко как бы отдохнуть и окунуться в этот загадочный немного мир. Поэтому здесь как бы да. Тяжело было вообще готовиться? Ну, с учетом, что даже если хоть какой-то маломальский опыт был у кого-то или не было? Когда мы собрались, мы такие, ну, мы счастлив тут все сделаем. Да, но нужно учесть то, что у нас в команде 14 девочек. И это уже само по себе не очень-то и просто. Потому что у каждого свое чувство юмора, свое видение. И когда мы собрались, да, мы начали придумывать, обсуждать, записывать. То есть мы устроили в WhatsApp голосование, кто набрали варианты по названию команды для начала. Это самое сложное, по-моему. А какие были еще варианты? Всегда интересно выбирать, между чем выбирали. И были писаветчицы, были булочки, девчата из чата. И очень Василицы, и очень-очень много было там всяких названий. И потом обсуждают все это, вы такие, ой, все. Да, можно сказать, что и так. Да, кто-то из девочек потом уже предложил, что может быть, ой, все. И это как-то по-женски. Ну и все согласились, всем это понравилось. Потом мы уже приступили к выбору образа. То есть сначала думали, что это будут синие джинсы, белые футболки. Потом мы подумали, что это как-то банально. Потом, может быть, это платье. А потом кто-то сказал, что в платьях будет неудобно выступать. И как-то все это крутилось, вертелось у нас. И потом сошлись, что все мы разные, потому что мы девочки, и все мы разные. И мы не можем быть как солдатики одного цвета. И в итоге были разные все? Да, у нас были разных оттенков джинсы, и футболки тоже были разные. У кого-то розовые, у кого-то серые, у кого-то синие. И были здесь у нас красивые цветы. Тоже разного цвета, черные, белые, серенькие. То есть кто что захотел, тот такой себе цветочек и прилепил. В Мирном КВН проходит цензуру? Ну, да. Что-нибудь вырезали? Поправляли. В плане лучше вот так, да? Или это вообще лучше не трогать? Нет, о том, что это вообще лучше не трогать, такой речи не было. Говорилось лишь о том, что нужно где-то добавить какой-то остроты. Потому что мы как педагоги, у нас видение немножко другое. И мы аккуратничаем, дабы никого не обидеть, не задеть чьи-то чувства. И остаться на работе. Да, у нас были такие моменты, что когда мы еще между собой придумывали эти шутки, говорили, что нет, так нельзя, нас после этой шутки нас уволят. Ну, это тоже была, соответственно, шутка, конечно, никто бы нас не уволил. Ну, так, сами по себе, для себя, внутри команды у нас была цензура такая, да, мы там кое-что. А потом уже, когда мы ходили на редактуру, там наши хорошие очень редакторы, они нам подсказывали, что здесь лучше добавить, потому что, ну, шутка звучит немножко плоско. Не бойтесь, все будет хорошо. То есть их настрой, их поддержка, она нам во многом помогла. Вот первая награда уже есть, да, пусть не первое место, но артистизм. Ну, вообще второе место, кстати, это тоже, я считаю, что это шикарный результат для первого выхода на сцену, второе место. Есть ли теперь у вас какие-то планы дальше в этой сфере? Ну, мы ждем ноябрь. А что будет в ноябре? Будет еще одна большая игра КВН, в которой мы тоже планируем принять участие. Уже готовитесь, что-то пишете? Ну, так. А тема уже известна или просто день рождения КВН, 8 ноября? А что, обезда бывает? Ну, конечно. Нет, мы еще ничего не знаем, и мы еще ни о чем не в курсе. То есть просто когда 6 апреля проходил КВН, сказали о том, что будет еще одна большая игра в ноябре. Вот так вот. То есть времени подготовится еще очень даже много. Да, времени много, но я так понимаю, как вы говорите, что семьи, дети, работа, я еще знаю, вы логопед и в казачьем ансамбле участвуете. И вот скажите, как как раз насчет времени, как же все успевать? У вас есть какой-то секрет этого? У меня были моменты, когда я вот так, мне надо сюда, мне надо туда. А потом со временем я просто стала немножечко планировать. Я научилась планировать, то есть до этого как-то не умела. А здесь, да, я училась на собственных ошибках. И когда ты научишься планировать свое время и распределять его правильно, то хоть на 10 дел у тебя времени хватит. Здесь проблем не состоит вообще никаких. Мы видим прекрасный... Вот, кстати. Супер. Эта фотография была сделана на юбилее алмазика. Вот такие, я не устану говорить, какие талантливые люди живут у нас в мирном. И совмещают абсолютно все. Вот мы смотрели, токари у нас делают шахматные фигуры. А воспитатели детского сада участвуют в КВН. И у вас все еще есть? Все еще можете сказать, что у вас нет времени на то? Я думаю, нет. И у нас сегодня в студии Елена Заиграева рассказала, как появилась в мирном команде «Ой, все!», как проходили их репетиции. И, собственно, как своим временем располагать правильно, чтобы все успевать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот такое увлекательное утро у нас получилось. Надеюсь, вы, как и мы, вдохновились на творчество, юмор, отдых, плодотворность и обязательно курсы тайм-менеджмента, потому что всем они нам не помешают. Ну а мы встретимся с вами уже завтра. Не скучайте, мы скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok